народ ну что привет привет и снова канал училка физкультуры эмират в эмиратах но мы не в эмиратах мы в украине в киеве и решили показывать вам и наконец-то смотрим что у нас сегодня интересного конечно же конечно же золотые ворота кстати как сюда попасть вот очень просто выход из метро золотые ворота доезжайте выходите и прямо перед вами вот такая вот красота смотрите в принципе чтобы вас не сильно утомлять ну и не забирать хлеб у экскурсоводов скажем коротко что золотые ворота это памятник оборонного зодчества киевской руси времен княжества даже написано на княжение ярослава мудрого исторически служили главным въездом в киевский верхний город с южной стороны вот дата основания тысячи восемнадцатый год первое упоминание 1037 ну вот и все исторические факты утомлять вас не будем идем гулять идем смотреть золотые ворота и какая травка зеленая просто по сравнению с эмиратами нам здесь просто легко дышится хотя когда вы прилетели до в этаж когда вы прилетели было очень жарко и влажно где-то 30-35 было и влажность была намного больше чем в эмиратах ну конечно да мы потели мы потели как могли нам потели как могли но вот конечно не так вот что ты вышел вынести мусор в эмиратах и словил сразу солнечный удар не так но было жарко сейчас хорошая погода 25 идут дожди в общем все чудесно замечать сегодня у нас будет не только золотые ворота в обзоре еще будет две тайны киева посмотрите будет интересно почему его я же больше я считываю число хорошо мы смотрим на смотрю да ставим лайки подписывайтесь и давайте переводим наш диагноз посмотрим какое красивое основание когда-нибудь они когда-то когда-то я заходила наверное со школьной экскурсии я не помню по-моему там как какой-то музей ну конечно же как вы понимаете что после реконструкции очень мало осталось действительно того от нас ждать от зодчего княжества ярослава мудрого мы вам покажем что вы можете посмотреть и в принципе конечно же большие рекомендации если вы в городе киева наверно начать обзорку будет удобней именно золотых ворот это я так понимаю памятник ярославу мудрого если купить экскурсию будет конечно очень классно мы сами вот когда в других городах мы были в ереване мы покупали экскурсию у местной девушке-экскурсовода было очень интересно мы втроем ходили как подружки называется обязательно вернемся вот дерево очень хотим вернуться и показать вам памятник ярославу мудрому ну да он появился здесь совсем недавно смотри парень на это наверху так тогда нам тоже нужно туда попасть да я хочу чтобы все узнали мы все покажем мы же обещаем все показывать здесь очень красиво действительно же как по район который наверно один из самых старых районов киева хотя бы смотри вот этот домик вообще на архитектура советского союза да этот ужас и граничит с красотой идем так идемте в кассу узнаем что у нас по ценам сейчас курс доллара доллара папам 27 и так значит 60 гривен входящий 60 гривен это чуть больше двух долларов для детей студентов пенсионеров украины 30 30 музейная карта это что-то такое в хит на территорию ага это общее смотри значит можно попасть еще с собой 250 и супроводжение гида это 250 ну и соответственно вторая категория 100 а что для иностранцев с курсивной пути в кого-то это общее то есть если я захочу сам зайти 60 мы берем 60 там посмотрим кстати видеозъемка интерьеры золотых ворот мы сейчас снимем а потом мы спросим если что не поймем спасибо большое надо сказать что карточки пока он что она сказать говори уже снимала значит карточки не принимают только наличный вход 60 гривен для все это рядом наверное для иностранцев для жителей украины сказали можно снимать на обычный телефон если у вас не профессиональная съемка не камера так что мы надеемся что вот 50 гривен личных мы платить не будем что за двоих ход будет стоить 120 гривен я в первый раз буду а я я честно добылась но это было глубокое детство второй класс я училась 57 школе если спуститься вниз наверное метров 200 спуститься будет моя школа 57 1 я мне отучилась девять лет но потом шла в спортивный интернат потому что мне он больше подходил школе в принципе я практически не училась мне было скучно наслаждаемся красивыми летними летними видами облака красивые и смотрим покупает билетики кстати видите у нас на на руке масочка просто мы в видео про аэропорт дубай подержите пожалуйста мы произнесли там какие-то запрещенные слова право то что происходит сейчас и нас youtube не очень хотел вообще продвигать ну мы же просто объяснили как украинство попасть из дубаи домой в украину ох купался красиво красивыми тоже пойдем туда обязательно так здравствуйте мы уже билетики купили очень приятный персонал здесь очень вежливые люди это оригинальная стена ух ты это был центральный виск миста там тоже и 11 столетия и 18 столетия где все подписаны проходите 9 7-го года потом вы знаете сколько снимаете набор на глядовый майдан и на четвертом поводке он должен отправить на центр правильно объедете из той стороны выйдете на троих вихід если вы знаете пин и дебуклада 5-го года если закиньте за хвост и я постараюсь разумею и дякую связали как нам идти так вот народ это настоящая стена которая это основание которому больше тысячи лет знаете здесь так прохладно будто мы находимся в замке или в какой-то пещере это за 60 гривен 2 доллара народ тогда надо посмотреть киевляне гости столицы вот кстати трогать нельзя наверное поэтому честно я сразу такая об ручку потянула потом арбата потом и дернула понимание того что действительно эти стены его понимание сколько это веков сколько столетий сколько людей прошло великих князей обычных людей сколько всего это смотрим здесь мы наверное помешали прошу прощения это как выглядел в одиннадцатом столетии при основании чем отличается знаешь очень точно реконструировали покрайней мере наверное мы таки зашли вот 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 это фотки мы сейчас она вот это вот что у нас такое очень красиво это из чего восстанавливали наверно выглядят до реконструкции ну до реконструкции скажу вам так мало вастенька оставалось а вот красивый фильм хочет можете посмотреть не менее красивые фотографии 30-е годы как это выглядело немножко плохо видно русая диньет ну скажем так это здорово что мы попали здорово что наташа вот и хотела идти ухты вот это да мы прямо на краю истории мы не будем вас томить и куда милая женщина говорила идти 5 минут фильма идет если вы захотите вам поставит так это вход давай аккуратно порожен это проезд было до сюда заезжала уходила куда мы зашли да такое большое что я даже не могу снять все это ухты дай-ка я отойду вот мы вошли интересно что это за вот эти два герба но это еще с моим здесь про проезд этот где мы стоим и два герба слева находится символ украины трезубец а вот что такое справа это наверное что такое древние кстати очень плохо что мы не знаем что это так отхожу чтобы как-то показать вам масштаб этой красоты да мы наслаждаемся прохлады хотя и на улице я вам скажу очень хорошая погода сейчас это бы обычные железные ворота вот наташа пошла трогать правильно да вот постучи может там ход в прошлое это не получается там золотые массивные заботы метро зоны и мышка проползет нарушила я не думаю что мышка рискнула бы проползти ох как же тут дует сейчас сейчас холод реально холод не сырость а вот ну люди строили наверно уже не просто никак а вы что думаете про золотые ворота вам нравится сходили бы мне очень нравится я первый раз вроде бы как но особо как бы смотреть нечего но ребята класса уже не остались устали просто одни покажу вам вижу вывеску вам полностью уже без меня вот что вы можете увидеть за эти два доллара чуть больше двух долларов там два и два наверное вот памятка архитектуры памятник архитектуры золотые ворота руины одиннадцатый век охоронный номер 33 охранный номер номер 33 да слушай под такое попасть не дай бог ну да все металл сколько это тонн весит ну что тяжелая да ну как я могу определить ну это металл попробуй поднять попробуй подлечь так куда вам дальше сказали сейчас подняться наверх надо выйти обратно и ну что друзья мои пойдем поднимемся наверх все идем до продолжаем съемку не отрываемся я прошу прощения ярослава мудрова или владимира великого что ярослава мудрова я сама мы немножко википедию почитали ну опять-таки мы не экскурсоводы что вам сучно не было мы не отбираем экскурсоводов я куда пошла электросчетовая не туда пошла я уже поняла я пошла не туда 22 градуса прекрасно сейчас идем все до идем да люди прибывают да слава богу что есть есть любители 10 13 и скорее всего деньги надеюсь идут на зарплату работниками на содержание прекрасно золотых ворот ага смотри 2 софиевский собор это куда мы может быть пойдем на наверно сразу в следующем видео а давай смотреть 5 десятинная церковь друзья мои здесь все достопримечательно что грининская церковь ирининская церковь ирининская церковь подожди одеть там георгиевская церковь то есть тут они где-то подожди они сейчас их нет их нет единичка шестерочка вот это был въезд в киев и все его на интересно в общем кого есть желание посмотреть карту посмотрите конечно так ну идемте по ступенечкам нас встречает уже наверное воин один из один из дружинников ярослава мудрого ух ты а я вам скажу так подъемчик не чё так ступенечки высокие ступенечки высокие да есть перила ну наверное давайте уже что я вам включу когда мы дойдем но нет здесь можно повернуть выйти посмотреть поэтому сейчас видимо посмотрим ухты ну вот на софийскую красивый вид вот там вот моя 57 школа если спуститься вниз вниз будет майдан вот самого низу мы пришли из метро золотые ворота и вот памятник ярославу мудрому красота вот это животного да мне тоже казалось что это вот тут а вот сейчас когда он повернут налево это все-таки он при зубном а вот сейчас женщина разговорилась и они думают что это наверное древний трезубло да и он это интересно да хорошо в этом где он смотришь какой вид выходим из прекрасно прекрасного балкончика и иду и так спину что вообще просто ну видимо это был не балкончик для красоты все-таки был балкончик для проверки что происходит в городе я думаю это охрана там была смотри ой смотри что это я думаю все замки которые замки и ключи которыми пользовалась здесь это нет это не замки ключи ну да ключи потом гвозди подковы это наверное все что при раскопке стрелы наконечники стрел да конечно то есть все что обнаружилось при раскопку здесь наверно камни которые тоже или обнаружили фреска или модели фреска десятинной церкви реконструкция это десятинная которым андреевской церкви по резко георгиевской церкви андреевского спуска это мозаика можно что-то пойти чуть-чуть я не знаю попробую пройти сейчас мозаичность мальта 11 столетия золотые ворота золотые ворота кто-то такой бисер раскидал красивый а вон дальше она красивая цвета зеленый соли окиси тоже мозаичность мальта не знаю кольца смотри украшение это вот я как-то помню если честно сейчас я еще посмотрю да вот эта стена углубить далеченько высоченько ого мы-то всего на два этажа вообще забрали тоже это этаж 5 поэтому ступеньки такие так а я думаю что нам интересно будет снова выйти и снова посмотреть вид так в общем про хазарскую империю и противостояние киева с ней повыше вид и получше вид на софиевскую ой какой ветер сдувает просто эти облака это это небо это зелень это киев да это вот колечки там лежали наверное если у меня колечко упадет и при каких-то раскопках найдут солнце ветер да слушай не пожалели что пошли не пожалели первое впечатление оно действительно если ты производишь первое впечатление производит а производит казалось бы нас еще ждет самый век сейчас самый да еще два самое время подписаться лайк поставить и не забудь коммент в конце написать пожалуйста нем старого балкончика и смотрим кстати вот не обратила внимание так как здесь змея стрела или не змея и змея все таки дракончик и трезубец такой тоже какой-то он такой как не перевернута как тоже как наконечник стрелы но интересно слушать если здесь есть знающие люди историки астрологи пишите пошутила пошутила дача же так очень модно так здесь есть несколько дверей сначала кстати народ тут ложиться нельзя на перила мы только хотели бы не ложиться перелазить перелазить нельзя апрель что есть можно боже мой еще ой 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 так место для удара головой есть очень интересно сейчас выйдем это наверно самый высокий балкон я думаю что будет освещивается и попробую нет смотри латы хорошо видно нагрудная защита нагрудная клинки старые а понятно дерево да дерево уже давно бы сгнила в труху превратилась на не думаю чтобы тысячи лет она пролежала бы честно ну ладно не суть поменьше поуже балкончик да балкончик совсем узенький то есть все выше и выше и выше и выше но красота все такая же все такая же вот этот дом как он называется барона или как охотца шпилим не скажу даже да там много под посольство посольство давай тоже будем идти смотреть на балконе дует вообще так машинное отделение ну ладно было не надо пошли машина но идем сейчас же все посмотрим конечно но даже грудь несколько дверей еще чуть-чуть но больницы такие класс ну-ка ой как зелено кроме данного выход к метро да мы соскучились по нашим каштанам по нашей зелени это правда очень сильно соскучились и дверь такая да а ну наташа очередной раз как у нас да очередной раз как замочек ну вот еще есть не знаю для деток что ли чтоб деткам скучно не было тоже стреляли смотри с одной она просто уже оставили так посмотри тут еще кода наверное если работа этого что он сделает интересно если у меня получится попробуем что-то получится мы вам сообщим давай так что-то пошло логин ну конечно интернет хороший должен быть а вот . 7 до ой тебе еще аудио расскажет она каком языке наверно эти слышно да на на украинской мове на украинском языке рассказывается сейчас наша послушает и переведет я не буду мешать здесь стояли день и ночь стражники и по периметру это все было по периметру они могли беду пробежали смотреть то есть понятно ну что ж да возле каждого какого-то вот каждого доста есть qr-код народ если есть интернета вообще дико удобно вообще молодцы конечно так сделали все но украинский язык данную тики украинского такая здесь через стекло кстати снимаю но облака и виды все шикарнейшие а и снова бойнички есть покажу куда мы пойдем а еще можно сказать удар говори конечно что из того места но и здесь открывался вид вид на реку улыбить которая сейчас находится под землей интересно как вот это шикарная прям знаете попали попали в киев называется киевлянки так и там побольше давай вот сюда вот идем пока выходим уже . 7 ух ты но здесь выход и да уже солнышко пригрелось такие большие баянии сейчас подожди я покажу вот не знаю можно это все показать захвате можно вроде как бы так слава богу получается дверь красивую покажу такие как солнышки но станции да прохладно то то я говорила у вас лайфхак ребята берите в моле в эмиратах кофточку да вот с киев тоже похоже берите кофточку ну шальку или легкий платок какой-то так а мужчины уже сами за себя думают что им брать до особенности посещения церквей там ход так лучше взять потому что я думаю куда продадут на там будет дорогая цена муж понимаете что конечно никто не даст вам войти церковь с не покрытой головой и тем более если вы в шортах уважаем все религии да посмотрим она покажи ну я вот в таких таких вот ну я опять можно из грузии как этот монастырь называл не помню в ком-то монастыре будет я не помню монастырь был платный вход и я была точно такие же только в светлый белый до белых чуть-чуть от че колодки было и значит ну я хожу смотрю никого не трогаю и тут я даже не обратила внимание со мной я иду и мне навстречу кто-то и вот параллельно он равняется со мной и так вот чуть ли не прижимается юбочку одень а я так вот именно что в рюкзаке юбочка лежит юбочку одеть я так обращаю внимание а там вот в облачении поп он кто ну я называю его поп я не поняла сначала ну вот это я потом говорю что он юбочку одень а я начала я просто начала громко смеяться причем я переспросила так ну что здесь погрелись идем чтобы людей не томить о боже ну как здесь темно теперь видно выход ох ветер ветер сдувает так давай посмотрим панораму дальше же давай проверяем вот есть вай-фай так что qr-код должен быть доступен а ну-ка увеличу к я думаю пароль можно было спросить но если не забудем будем спускаться вниз и спросим так что мы заходим сюда ох ты эхо эхо ну чуть-чуть что-то есть от голос очки идут ой молодой человек хотел обойти но я его присугала нет и не испугал он просто очень но мне не подтолкнул слава богу ух ты ух ты ух ты ух ты просто вообще классный мне кажется чуть чуть-чуть эхо все-таки есть да и она всегда на середине а наташа середине что-нибудь крик не только чтобы нас отсюда не выгнали да кстати слушайте а пол то я не показываю мне как ты жалобно если честно давай гу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у не акустика нужно когда правильно поставить если ты опять еще красиво не но есть немножко есть смотри уже слушай а я кричу на склады действующие церкви господи про здесь а чё господи и что плохое что-то сказал ну не знаю это муха сидит красиво только что мы поговорили и сами вошли непокрытые ничего позже женщина сказала что она вверху действующая церковь вот так вот это непонятно что это между так плоховато видно основание камня ну давай теперь удобненько удобненько и лавочка деревянный удобно сесть посидеть так а что здесь золотые ворота это первый памятник древнего русского зодчества надо переводить археологические знахи археологические находки что нам говорят переводить честно сложно с украинского это сделано архитектором и гид архитекторов тоцкого по мозаике по мотив мозаики которая находится в софии церковь обращена в сторону города действительно ребята это действующая церковь это очень круто а мы здесь стояли и угукали думал оценку нужно вот этого было в тринадцатом году в тринадцатом году до наверно в 2013 я стран сам веке да нет ну не знал такой так древненький забыленный хорошо ну вот наташа пока все еще слушает да мы здесь мы здесь поставлено было 2014 годом который имитирует византийские вот эти темплы это называется темплой наверно вот эта часть вот эта часть сделано по старину я бы сказала что это старинно вообще хотят мне тоже так поэтому я и спросила я удивилась сделано так а ну что мужчина давай слушай я еще выйду друзья мои столько вам снимали что я даже не знаю наверное ой какая прическа у меня сейчас наверное секреты киева покажем уже в следующем видео потому что вы наверное устали уже честно мы просто не ожидали мы думали покажем здание потом мы решили зайти внутрь такой ветер и теперь просто мы в шоке мы хотим просто сесть посидеть здесь но потом конечно мы пойдем по секретным местам Киева а вам их покажем и будет интересно я надеюсь в любом случае пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь много интересного нас ждет церковь призначена с этой богородицы и дом еще раз снимаешь да церковь присвячена с пресвятой богородицы посвящена святой богородицы но это всего лишь кусочек церкви кусочек надо она не могла конечно сохраниться вся наша сколько вот я захожу мне кажется эхо мне кажется эхо я не буду уже баловаться кричать вот это овручский камень это очень пластичный материал и из него делали в том числе и надгруппы ну то есть украшали церкви и это ну да как-то овручский шифер по-моему он сказал как так называют его на народе называют ну аминь как этот дом красиво смотрится да дом красивый ну как и весь город Киев безумно красивый город просто посмотрите на эту панораму это это что-то непередаваемое просто пожалуйста приходите наслаждайтесь приходите наслаждайтесь картинка слушайте сейчас фотографию показываю просто как будто фотография обалдеть класс так что нет народ нам очень нравится мы впечатлены действительно были во многих странах классно классно и наконец мы очень рады что наконец-то мы стали гулять в Киеве не было бы счастья да несчастье помогло да все не будем говорить о грустном не пропустить видео да неважно это важно но это важно мы не будем говорить о грустном мы ждем лучшие времена и не точно точно скоро вот дождем гостей в наш город ждем гостей в нашем городе будем выходить из этой прекрасной картинки очень радует приходят иностранцы боже мой смотрите а мы еще и не туда и вот если бы не иностранцы вы наверное бы вышли а табличку до выходу табличку до выходу ну они уже сделали и осталось это не ну уже нарисовали стрелочку так бы они должны переперевнуть да вот такие мы уже решили что будем выходить и на самом деле неправильно решили вот так вот наблюдательность какая-то у нас так ну вид на софиевскому уже много раз показали но вы знаете она все ближе и ближе сейчас еще попробую вам приблизить вот такая вот красота обязательно нас ждет в одном из видео так ну давайте посмотрим ой здесь солнышко там было прохладно слушай это просто прелесть какая-то так ну давайте выглянем из одной из бойниц шикарно вообще нет фотоаппаратной камеру нормально держит но ну что ж пойдем посмотрим чек разминается молодец правильно еще здесь что то есть ну да внизу если пройти будет крещатики майданной заложенности буквально это вдоль этого красного дома ренессанса вниз прорезная да да и вы сразу на крещатик стадион динамо сейчас подожди где стадион динамо а да точно вот я чуть-чуть подожди попробую увеличить вот видите да и правее с флагом кабмин кабинет министров украины а это вот там гостиница киев где живут депутаты видно нет но я у юрич киев так идем дальше а здесь тоже бойницы и видимо выход подожди по периметру это диска на лета ниже этаж ниже этаж был ниже ниже красиво в общем вот так вот мы с вами исследуем киев дорогие наши подписчики вот вот он выход мы хотели в обратную сторону идти вот тюки наверно женщина так много информации сразу не напоминаешь поняли что надо идти так вход в метро мы оттуда вышли площадка летняя там нужно его не видно просто ну так выйти на улице идем все возвращаемся наташа требует фонтана все видно что люди иностранцы соблюдают все меры не ну как бы у нас на руках то мы подышать так она просто сверху потом с него надо он шумит ну наверно спуститься чтобы его снимать это летняя площадка ресторана панта гриб всегда была но вокруг можно сидеть и бесплатно все нормально и там столики всегда были кафешка такая но не похож на ресторан кафе в общем рекомендуем рекомендуем хотя просто посидеть я опять туда пошла а я направо не не идем уже идем уже покажем где выход будем спускаться ну сколько это у нас заняло ну не знаю минут 40 ну полчаса народ это того стоит просто очень-очень считаем что это у стоит и очень-очень вам про я очень вас просим посетить посетить наш город и посетить все-таки золотые ворота и которые мы вам покажем тут тоже крутые ступеньки пеньки пеньки есть перила рекомендуем держаться а потом просто помыть ручки и все и аккуратно я вам скажу здесь такой ветер я при гибать прохожу а нет я прыгнулась народ со своим метр метр шестьдесят четыре я прыгнулась Наташа а ты прыгнулась ты не боишься очки вниз мне и метр шестьдесят у тебя на голове очки не боишься прижала а кстати никакого запаха здесь да вот если пахнет просто вот свежим киевским воздухом пахнет что за палатку подожди это палатку нашли да ну подожди уже мне уже страшно мы пошли отсюда с какой радость подожди сейчас я отключу все сейчас народ вы подожди сейчас мы палатку вам подсветим ну ну господи кто это там кости лежат я же говорила не надо ходить ёпт первый театр куда мы попали ты видишь кости да слушайте ой блин давай я на какую-то проволоку поступила давай подожди я наверное впервые да ты иди меня не жалко да не 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 очень ё-моё ну народ если это видео домонтировала значит все нормально ой а зачем ну проходи проходи я поверю ну все больше не надо ну в общем народ земля слушай слушай это не какие-то обряды давай валить отсюда да он не живой он что ты его трогаешь тоже это не тип хотя может слушай слушай давай как бы выходить что это мы показали давай у женщины внизу спросим валим отсюда валим а зачем мне не подцепить вот чтоб такие а QR-кода нету никакого сейчас таки QR-код будет куда-то в другую все же проходят давай я выключу и оно не видно вообще да сейчас спросим что у вас там за палатка с мертвым человеком да молодец Наташа нашла нет даже не зрение Наташа наблюдатель все похвалила сама себя подожди мы как шли тут тоже балкончики не поняла мы здесь не проходили нет конечно это вторая ага это другой а что у нас там труп лежит ребята нет сейчас будем просто спрашивать почему действительно там лежит не очень живой скелет не очень живой скелет не это пластик это пластик да я себя успокаивала что это пластик ой девчонки молодцы все идем не знаю помоешь обе смех-то и выводили ну да уже сейчас уже вот вам я хотела сказать ведерко старинное это просто вода вот думала что в этом видео уже секреты не покажем киевам а вот секрет смотрите а тут тебе палатка с кастой так причем земля там натуральная была он лежит на земле так это вход вот туда вот ох ооооо а сюда это слушай вот это же это старое да это старое это есть это и есть а мы зашли там подожди а какой там вот оно тысячелетнее вот вот это проезд мы были а здесь получается так ну здесь тоже вот такой балкончик небольшой на киев каждый раз выходим каждый раз смотрим каждый раз любуемся все красивенько в каждом и такие балконы в доме да бог как так ну ступеньки конечно здесь да а сколько здесь сейчас почту ступеньки пеньки 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 голова голова ой было близко с моими очками 10 12 15 15 15 16 18 ступень так вот мы и спускаемся обычно сколько 11 4 5 6 ух ты здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста почему у вас там тело у вас там скелет лежит никто его не видит а что это такое ну и правду и шутку ну и правду и шутку правдивую шутку правдивую шутку да правдивую шутку ну пять лет назад у нас была выставка святослава хоробро что печатка ну и доспехи были муляжи там был чолен такой и ну 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 выставка уехала скелет в общем была выставка муляжей выставка уехала скелет остался ну я же тут находился своих научных сотрудников мне задают постепенно что мне дала три кубика скажите это прикол для детей спасибо большое в общем когда спросил что как отвечать потому что все задают такой вопрос ну кто не знает украинского языка сказали скажи что это прикол для детей просто ой такие люди здесь приятные просто очень рада находиться можно пошли нам разрешали куда только тихо спасибо народ нам куда-то разрешили зайти 19-е 30-е годы это археолог вы еще читали да да а тысячи лет мы там были понятно спасибо большое сюда не заходят поэтому тихенько вот это 19-е как это правильно называется вот эти контрофосы контрофосы народ это контрофосы 19-го века да охранник такой веселый дядечка да очень-очень вежливый очень любезный разрешил нам зайти и вам это снять просто не всех сюда пускают а нам повезло аккуратненько вот здесь вот так красиво видно сейчас посмотрю да а у тебя неувеличенная нет неувеличенная по центру могу уменьшить побывать да да и я сейчас боюсь этой кишев не упасть и хочу солнце тут убрать идет она да показали вам контрофосы тут очень прохладно и очень комфортно в общем народ второй секрет так что мы вас не обманули в этом видео показали вам еще один секрет смотрите где найти скелета уже знаете дякую до побачения доброго вам дня все и житя главное главное житя все такие приятные люди здесь так что ставьте лайк обязательно народ узкий проход ой наташа как наташа проходила в в дубае в аэропорту практически там наверно пол надо худеньким быть красивеньким ну хотя полненькие тоже красивенькие красота какая ну вот сейчас давай тогда фонтанчик покажем уже раз мы уже о нем заговорили здесь где-то выходы что ли вот ступенечки ну главное главное что нас тобой пропустили классно действительно так мы смотрели и даже сами удивлены и впечатлены вот еще раз показываю золотые ворота вот там вот мы были это просто сказка это какой-то такой дождь будто я не знаю будто где мы находимся ну и понятно что в Киеве но для меня это такое для меня это впечатление большое сегодня так и сейчас идем фонтанчику на летней площадке как вам обещали сюда можно пройти абсолютно безвозмездно если есть и денежка можно посидеть выпить кофеек а вон бесплатные лавочки вот бесплатные лавочки сейчас приближу вам друзья мои мордочка льва наверное да монетки не бросаю монетки не бросают да да есть на мал ага а это на Нептуна похож да похоже на Нептуна это чугунный наверно есть год 1849 по-моему или 99 я не могу понять вон видишь на этой эмблемке очень плохо видно по-моему 1899 по-моему даже на видео плохо видно как бы приблизить камеру приятно просто можно зайти посидеть сделать фотографии не обязательно что-то покупать не знаю мало монеток мало совсем не это не монетки это листики никто не бросает есть монет чуть-чуть десять кофеечек десять-десять а вот сейчас мы а вот сейчас Терра Сирена раньше это был Пантагрюэль угу идем туда я тебе покажу один секрет секрет она покажет на Craig третий секрет уже значит уж точно вам показали сегодня секреты местное достопримечательность место вiedo этоISTное достопримечательность ну пошли шикарное место всегда можно вот в лавочек всегда есть место подала смотреть это вот все бесплатно не ну не всегда в городском месте сидеть но это фонтона и вероятно одежда я даже с богатой левого идем тоже это если вы находите здесь на золотых воротах эти золотые ворота потом фонтанчики еще одно место сейчас даже покажет это все можно да тут все бы смотреть вот метро допустим хороший метро а ты где у нас есть метро с этим с эхом на университете там есть площадке карабер там хорошая акустика и там очень часто люди играют играют поют и такой вот и на крещатик шикарно поднимайся на его на фронта не на крещатик выход она другой на станции крещатик два выхода один на самый крещатик а второй наверх ивана франклайна институтской там тоже по моему есть площадка где очень хорошая то есть мы рекомендуем университет по петь и поиграть да по петь и поиграть красиво заработать денежки да или послушать там хорошие из консерватории студенты идут и там практикуются одну заработать чему нет нулись в ходу да вот сюда мы шли к памятнику ярославу мудрому потом к ходу золотые ворота возвращаетесь и идете пока пряменько золотого рицкий сквер до сквер золотого ротский спирт 0 6 гектара всякие кафешки конечно же я так думаю кстати не дешевые ну знаешь не все кажется что вот в центре накидывают трошки деньги понятно но я уверена что он здесь есть ну вот он кот понтюша привет понтюша а понтюшу куда нужно гладить не помнишь за хвостик чтобы мечты сбывались смотри это сделал мазур богдан 1998 год не знаю навелось или навелось я не вижу это тоже знаменит такой памятник коту понтюша есть несколько историй да про него я знаю историю про пожар что котик погиб в пожаре а ты тоже почему в одном из этих ресторанов кафе пантюша становись на понтюшу обнимай да вот вот жил в этом ресторане местная был достопримечательность звезда и случилась такая трагедия загорелся ресторан и этот котик на понтюша погиб в честь вот этого котика поставили этот план внешне снимай ну конечно же все любят животных я надеюсь все наши подписчики любят животных и вот такая история про понтюшу но еще я слышала такую историю что скажу вам сейчас что ресторан загорелся вот стал мяукать и что он спас там как бы что люди ну я думаю сожалению первое история знаем по правде что к сожалению первая история что котик погиб в этом пожаре но вот такой памятник ему есть также вот такой симпатичный котик понтюша вот стоит стоит среди елей нужно его погладить по-моему из-за ушки лиза носил обычно эти места заглаженные не уже как-то или за лапку гладьте везде да и сказать вот что что вы просто что вы хотите от жизни желание желание котики были здоровы и счастливы и чтоб вся эта фигня поскорее в мире закончился давай понтюш помогай мы тебе верим с вами был канал училка физкультуры в эмиратах который сегодня вы с нами гуляли по киеву на по золотым воротам ну мы продолжаем гулять дальше пойдем пожалуйста подписывайтесь много всего вам покажем расскажем ставьте лайки комментируйте всем пока